МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения ЧВОШИ информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в нашем выпуске. Открытый диалог. Глава ЧВОШИ встретился с будущими педагогами. Семейное согласие всего дороже. В Цивильске прошел форум молодых семей. Непредсказуемый и противоречивый. В Чебоксарах выступил известный актер Петр Мамонов. Открытый диалог с будущими педагогами. Сегодня глава Республики отвечал на вопросы студентов Чувашского педагогического университета. Среди ключевых тем встречи. Профессиональные перспективы, грантовая поддержка и творческая жизнь ВУЗа. Подробности у Дмитрия Ковалева. На месте читального зала – Центр совместной работы. Это грантовый проект студентов университета, которые выступили с инициативой встретиться с главой региона. Будущие педагоги – лучшие во всем. Театр МОД ВУЗа – неоднократный призер престижных фестивалей. Я бы хотела представить одну небольшую часть нашей коллекции 2019 года. А поисковый отряд университета на днях стал обладателем гранта главы региона. Ребята вновь отправятся на раскопки. Созданы условия для того, чтобы мы всесторонне развивались. И поддержка молодежных инициатив, она на самом деле ощущается так. В 2018 году удалось реализовать проект «Память навсегда». Мы записали воспоминания ветеранов и тружеников тыла. Закончился год годовойца. Какая будет поддержка в ближайшее время? У нас в основном грантовые поддержки будут по разным направлениям. Роделок там может быть 50-100 тысяч рублей, где-то меньше, где-то больше. Но сам факт заключается в том, что не из-за денег, когда ты работаешь, повеление души, повеление сердца. Встреча без галстуков – неформальный диалог. Многие студенты такой случай не упустили и задали главе региона личные вопросы. Я участвовала в разных мероприятиях, конкурсах, конференциях. Что позволило мне получить, так скажем, на сегодняшний день, это самый высокий результат, получить стипендию правительства Российской Федерации. И, конечно же, я и в студенческое время получила стипендию главы Чувашской Республики. И получать его молодежь от 14 до 30 лет. Единожды, да? Нельзя ли вообще пересмотреть положение так, чтобы человек смог получить на каждом уровне данную поддержку? Нам хочется максимально больше охватить людей. Просто у человека стимул выявляется. Поэтому баланс интересов соблюдаю еще раз весь, и как лучше правильно нам сделать. У многих ребят в стенах университета проявляются лидерские качества. Реализовать себя молодым людям помогают органы студенческого самоуправления ВУЗа. Среди активистов Иделяра Вахитова, главе региона, она обратилась за советом. Принцеп самоуправления дает возможность мыслить ваши задачи, как едет, да? Мобилизовать все эти ресурсы человеческие, финансовые, которые появляются в счет недвижимых ресурсов, чтобы достичь цели. Михаил Игнатьев отметил, что такие встречи должны помочь наладить обратную связь органов власти и студентов. Перед будущими педагогами открываются большие перспективы. У выпускников ВУЗа появился и стимул работать в школах на селе. С 1 января 2020 года 1 миллион рублей будут выделять без возмездия со стороны государства для того, чтобы вы работали где? В сельской местности. Это в том же время накладает огромную ответственность. Ответив на все вопросы, глава региона пообещал, что встречи со студентами в таком формате продолжатся. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Там кто-то почти спал. Меньше недели остается до перехода республики на цифровое эфирное телевизионное вещание. Ход подготовки обсудили на совещании в Доме правительства. 15 апреля ровно в 10 часов утра в Чувашии перестанут транслировать аналоговый сигнал 20 федеральных телеканалов. Сейчас продолжается настройка и проверка оборудования. На территории Республики у нас находится 83 проблемных населенных пунктов, в которых по технологическим особенностям отсутствует сигнал цифрового телевидения. Но при этом четко нужно отметить о том, что по методике расчета Минкомсвязи в эти населенные пункты попадают те населенные пункты, которые охватываются зоной вещания нашими 42 передающими станциями, результационными станциями, которые находятся на территории Республики. Однако в эти 83 населенных пункта более 60 населенных пунктов попали те, которые находятся на границе Чувашской Республики и имеют возможность принимать этот сигнал в соседних республиках. Министр цифрового развития информационной политики и массовых коммуникаций отметил, что Чуваша – единственный регион, где почтальоны не только принимают заявки на доставку приставок, но и настраивают их. Жителям муниципалитетов помогают и волонтеры из числа учителей, сотрудников администрации и глав поселений. Ветеранам Великой Отечественной войны, малоимущим семьям, а также одиноко проживающим гражданам с доходом ниже прожиточного минимума покупку оборудования компенсируют. Для этого необходимо обратиться в отделы социальной защиты населения. При покупке оборудования для справа эфирного телевидения, для пунктов, находящихся в зоне эфирного телевидения, предусмотрена компенсация до 1750 рублей, но по фактически приведенным расходам. Для жителей, которые находятся вне зоны приема действия, эта компенсация предусмотрена на спутнику оборудования в размере 6500 рублей. Технически, технологически мы готовы, ждем 15 часов. В республике продолжает работу и горячая линия по вопросам перехода на цифровое эфирное телевидение. Специалисты отмечают, что поток звонков может вырасти с 15 апреля. На несколько дней график консультации продлят с 8 до 19 часов. Зеленую жидкость в Чебоксарскую речку Сугутку сливает неизвестное предприятие. Видео появилось вчера в Инстаграме на странице инстачеп201. Автор видеоролика предполагает, что загрязненную воду может сливать автомойка, которая находится недалеко от Сугутского моста. Зеленая вода стекает по канализации со стороны Гражданского кольца. Этим происшествием занялась прокуратура. Прокуратура Московского района города Чебоксары в ходе мониторинга сети интернет выявила информацию, в которой содержалось сведения о возможном загрязнении реки Сугутка непосредственно около Сугутского моста в городе Чебоксары. По данному факту прокуратура района инициированы проверочные мероприятия. Привлечены к проверке сотрудники иных контролирующих органов. Если данная информация получит свое подтверждение, то будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, которые будут направлены на устранение выявленных нарушений. Десять многодетных семей Цивильского района получили удостоверение, которое подтверждает их статус и дает ряд льгот. Вручили документы на форуме молодых семей. В 2018 году в Цивильском районе появилась 171 новая семья. Родилось почти 100 первенцев. 106 семей стали называться многодетными. И на сегодня в Цивильском районе многодетных семей 526. В марте многодетным семьям Чувашии начали выдавать удостоверения, которые позволяют получать ряд льгот. К примеру, со скидкой или бесплатно посещать спортзалы, катки, бассейны. Теперь предъявлять такую корочку смогут еще 10 семей Цивильского района. После торжественного вручения участники форума смогли получить консультации психологов, юристов и других специалистов. Очень много льгот они имеют, но некоторые, даже многие семьи не знают, какие льготы, как пользоваться этими льготами, куда идти, кому обратиться. Вот у нас сегодняшняя цель нашего мероприятия сегодняшнего, чтобы разъяснить, куда им обратиться, какие вопросы как можно решить. Форумы для семей в ближайшее время должны пройти и в других районах республики. Ольга Пырочкина, Малевина Петрова, Валерий Резюков, Республика. Мы продолжаем серию репортажей о людях, которые сделали все ради победы в Великой Отечественной войне. На этот раз наша съемочная группа отправилась в Красночитайский район к труженице тыла Зинаиде Элеменкиной. И с нами в лагере работали ужатые. До сих пор я их помню, красивые девочки были, девушки. Вот они между собой разговаривали, нам так вслух не говорили. Началась война. В июне 41-го Зинаиде Элеменкиной было 11 лет. Она хорошо помнит, как старших ребят отправили достраивать дорогу в Ядринском районе. А ей, маленькой девочке, пришлось управлять телегой с лошадью. На обратном пути выпало колесо. Колесо надо вставить, дужку делили, поставили. Вот тяжело было как. Силы не хватает, маленькие. Тяжелый труд изо дня в день. Так прожила Зинаида Максимовна всю войну. Девочка научилась косить траву, готовить сено на зиму, собирать картофель. Только им и питались. Целый день на картошке. То картошку сухую варим, картошку в воде варим. По-разному научились. А хлеба не было. Без хлеба. Даже соли не было у нас. Как мы жили, не знаю. Хлеб вскоре появился. Правда, пекли его не из пшеницы, а из картошки. Маленькая Зина научилась и этому. Тёртая картошка. А потом эту тёртую картошку, картошку, месить надо, месить надо, месить надо сухим крахмалом. И ставили в печку. Вот получается хлеб крахмальный, то есть картофельный, очень вкусный, белый такой, пышный. Такие маленькие хитрости помогли пережить войну. После победы над немцами получила образование. Я учительский институт, тогда называлась после войны, скоростелый институт. Нас готовили за два года. А потом кончила в Горьком. В студенчестве познакомилась с будущим мужем, Валерианом. Он прошёл всю войну солдатом, получил орден Отечественной войны. После свадьбы работали учителями в одной школе. Она преподавала географию, он, географию, биологию и пение. У Зинаида Максимовны, конечно, я не училась, но Валериан Иванович был моим учителем музыки. Он руководил школьным хором. Я в этом хоре пела. Спустя годы ученицы и учителя стали друзьями. Помогают друг другу и поддерживают. В сентябре у Зинаиды Леменкиной юбилей. 90 лет. До круглой даты ещё пять месяцев. Но она уже точно знает, что загадает. Я бы как хотела, чтобы войны не было. Как войны не было. Волонтёры могут всё. Студентка Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий стала победителем с российской экологической акцией. Софья Клинцева представила на конкурс проект благоустройства внутреннего двора Чебоксарского техникума. Софья разработала ландшафт внутреннего дворика для родного техникума, где смогут отдыхать студенты и преподаватели. Здесь будут разбиты цветочные клумбы, установлены скамейки и малые архитектурные формы. Напомним, с российской экологической акцией «Волонтёры могут всё» проходила с 1 июня по 1 декабря 2018 года в рамках Года добровольца в России. К другим темам. Кому-то он нравится, кому-то не очень. Кто-то его ругает, а для некоторых он почти святой. В столице с концертом побывал русский рок-музыкант, актёр, поэт, радиоведущий Пётр Мамонов. В Чебоксарах он в первый раз приехал по приглашению благотворительного фонда «Время помогать». Пётр Николаевич Мамонов – человек противоречивый и многогранный. Его творческая карьера началась в 1984 году создания рок-группы «Звуки му». Многие его знают по роли отца Анатолия из фильма «Остров». Помоги мне, пожалуйста, чтобы ножка никогда не болела и не заживала. Врач раба твоего его. Воздвигни его. И тебе славу воссылаем. Отцу и сыну и святому духу. Слава тебе, Боже. Слава тебе, Боже. Господи, помоги Ванечке. После премьеры фильма «Остров» в 2006 году жизнь Мамонова изменилась. Его стали отождествлять сыгранным персонажем и просить помощи. Сам же Пётр считает, что не роль делает актёра, а актёр делает роль. Это просто я по своим мелким поводам, о которых рассказываю, пить бросить, курить бросить, я вот так же бился перед Богом. Так же я плакал, так же я падал, так же я рыдал. Поэтому мне это было ясно. На артиста роль не влияет, это сказки всё. Артист влияет на роль. Дух творит себе формы. Есть такой духовный закон. То есть какого ты духа, такая будет у тебя и внешняя форма. А роль это вот внешняя форма. На концерте Мамонова в Чебоксаров случайных зрителей не было. Кто-то пришёл послушать его песни, кто-то получить ответы на вопросы. Я знаю его по фильму «Остров», но знаю, что человек верующий. Поэтому я, наверное, больше пришёл сюда ещё и познакомиться с его последними какими-то умозаключениями, которые он излагает в своих творческих различных порывах. У него такие философские всё-таки фильмы более такие заставляют задуматься. И захотелось посмотреть немного на человека, насколько он интересен. Пётр Мамонов оправдал ожидания зрителей. Его мощная энергетика передавалась залу. Актёр исполнял свои песни, читал стихи и очень искренне рассказывал о жизни. Хорошее впечатление и, я думаю, много хороших, мудрых советов. По духу тоже исправлял. Был грешником, а сейчас исправляется, как бы каяться, меняется в лучшую сторону, старается, пытается. Также и наша такая же судьба была, что мы тоже раньше жили неправильно, и сейчас стараемся жить по православным заповедям. Сам Пётр Мамонов считает, зрители вправе принимать его или не принимать, хвалить или ругать. Главное, чтобы хотя бы один человек ушёл с концерта счастливым. Ольга Алексеева, Павел Иридков, Республика. Спортсмены из Чувашии завоевали 19 медалей в соревнованиях по вольной борьбе. В столице прошёл 52-й всероссийский турнир имени Чапаева. За победу боролись 140 спортсменов из 13 регионов страны. Лучшие борцы Дагестана, Оренбурга, Татарстана, Нижегородской, Московской областей в тяжелейшей борьбе завоевывали свои медали. Неожиданностью стало участие представителей Кубы, которые выступали за Доминиканскую республику. Поединки с борцами из Чувашии они проиграли, но всё же уехали с бронзой. Наши чувашские борцы конкуренты с ребятами из Кавказа, из Дагестана, из Москвы. У нас в двух физовых категориях ребята стали чемпионами Чапаевского турнира. Они, победители этого турнира получают звание мастер спорта России. Ну и ряд ребят стали серебряными призёрами, бронзовыми призёрами. Владислав Остаков, спортсмен из Чувашии, борьбой занимается с 10 лет. Сломанное ухо и пальцы не остановили его в достижении своей мечты. Он продолжил заниматься спортом. Чапаевский турнир покорился Владиславу с третьей попытки. Получил звание мастер спорта, теперь собирается выйти на международный уровень. Тренировался, долго и упорно. У меня немного недовес был, за это чуть физически не хватало. За счет техники получилось победить. Рустам Ириханов родом из Грозного. На соревнованиях выступал за Оренбург. Победа далась ему нелегко. Соперник моложе, да и перерыв в тренировке большой, отметил борец. Однако своим выступлением остался доволен. Чтобы быть функционально подготовленным, физически подготовленным, скоростным физическим уносим, это надо находиться с теми ребятами, надо тренироваться, кто сильнее тебе, поопытнее. Вот это я понимаю. Среди участниц соревнований есть и представительницы слабого пола. Правда, слабыми спортсменок не назовешь. Надежда Матвеева в упорной борьбе завоевала золото и звание мастера спорта. Тренировались, как обычно, две тренировки в день. Не думал обычно о борьбе. Ну, просто делаю то, что имею все. Запоминающимся стал этот турнир не только для спортсменов, но и для болельщиков. За кого ты болел? За Синева, но он проиграл. Хочу быть спортсменом. Когда вырасту, хочу быть... Не знаю, кем, но я решу. Среди болельщиков спортивная семья Щербаковых. На турнир они пришли все вместе. Пускай развивает эти способности у них, что природа в них заложила. Это и координационное, и силовое, и, ну, и самый главный дух воспитывается. Всего на турнире разыграли 20 комплектов наград среди мужчин и женщин. В копилке сборной Чувашии 5 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова